здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева сегодня 9 декабря 2019 года я приглашаю вас в путешествие по кроличьей норе усаживайтесь поудобнее пристегните ремни если что будет непонятно не обессудьте это кроличья нора и куда она приведет я сама не знаю знаю лишь что остановлю видео если пройдет более 30 40 минут путешествие виртуальное но почти виртуальное и вреда никому не принесет и так вперед начнем с малой скорости тема будет звук и то что имеет к нему отношения из материальных вещей а также лингвистика расшифровка слов звуков значений это вторая серия путешествие по кроличьей норе 1 серии мы проникнув в иное измерение в кроличью нору путешествовали по теме звука а идея была пищали то ли огнестрельное оружие то ли оптический прибор то ли плазменное оружие то ли пища аль пищаль а одно из имен господа алла алла кричат мусульмане алладин из сказки волшебный лампу алладина алло мы говорим при входящем звонке по телефону алло алладин алла один один бог один это он сейчас все поймете но не сразу на раскрываться путешествие будет постепенно вас ждут интересное приключение вперед там в лабиринтах кроличьей норы и телегу нашли как устройство по перемещению между миранами и мгновенной телепортации теле га портал порт аула и заканчивала свое видео я так думаю что это было звуковое оружие или устройство типа гиперболоида возможно оптическая и не для убийства других людей изначально а для практических целей например полировка или резко каменных гранитных глыб например есть у наших исследователей версии что это плазменное оружие что это волновое устройство тоже в мирных целях которые потом приспособили как оружие это было в первой серии о чем пищали пищали ищем ответ кроличьи норе том же фильме были гуси-лебеди уносят малышей а аисты приносят у нас есть устойчивый миф что аист приносит детей масса репродукции картинок мультфильмы а вот и нет оказалось еще страшнее так что и гуси-лебеди и аисты как рассказал андерсон связано с похищением малышей и умершвлением что есть некий пруд на берегу которого спят младенцы которых и таскают аисты людям есть там и мертвые младенцы это сказка андерсона так что изначально сказка ты не очень добрая это уже сами люди своей добротой улучшили эти мифы а иначе как жить когда столько негатива даже сказках но возможно так коллективное подсознание народа выместила страшные воспоминания превратив их мифы с добрым концом такая коллективная психотерапия а вот другая версия происхождения мифа цитата происхождение этого мифа как и любого другого сложно отследить тем более что он охватывает весь земной шар появляясь фольклоре европы америки северной африки и ближнего востока то есть это не случайно это общий человеческий миф эти крупные белые птицы ассоциируются с чистотой и гнезда большие и заметные располагаются вблизи жилья человека родительское поведение этих птиц хорошо известно людям объясняет рэйчел уоррен чедда с автор книги птицы мифы предания и легенды многие популярные источники относят происхождение этого мифа к древней греции и к истории о мстительной богине герри согласно легенде гера гера это жена зевса на секундочку и по совместительству его сестра гера позавидовала красивой царевне антигоне и превратила ее в аиста убитая горем антигона решила вырвать своего ребенка из рук геры по всей видимости гера значит захватила ребенка антигоны и греки изобразили птицу с ребенком в клюве все эти олимпийские боги еще ждут своего разоблачения на обложке журнала экономист ротшильдов айс несет сверток с младенцем со штрих-кодом так что ребус они любят журнал 2019 года то же самое что и суеверный страх черных кошек как вытесненная коллективная травма об этом я подробно говорила фильме кто такой бог ра бог ра он же бог один он же алла он же он на с он на сон на тон на т он к т он ну мы еще вернемся кто ну потому что эта тема звука как ни крути а все главные слова смыслы связано с этим религиозным коллективным башком которого еще зовут господом баалом баалом имен у него много и все это связано со звуком это вторая серия путешествия по кровлячей норе как закончится 30 минут видео или чуть больше прервемся чтобы продолжить путешествие исследования расставление точек над и в третьей серии как правильно мыслят мои зрители что поскольку много сирот было во второй половине девятнадцатого века начале двадцатого века очень много сиротских приютов каких-то благотворительных домов сиротских для вдов и детей подозрительно много то появляются еще и интернаты слова интернат французская интернат закрытое учебное заведение латинской интернус то есть внутренний нам нужна информация ин в форма ция форма энергия ци мы ее изучали фильме первой серии о чем пищали пищали и так в форме энергия ци разберем слово форма официально переводится как вид образ разложим на слоги у нас получается for и ма форма равно for ма 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 это материя мать и так получается вид образ for снаружи материя так получается пишут что заимствована из польского но польский был русским вообще-то какие еще слова есть со слогом фор фора дать фору форс форум форт и получается что смысл остается фор как внешнее обобщение чего-то внутреннего форум внешний объединенный ум фор ум фора это заранее оговоренное преимущество предоставляемое более слабому или находящимся в невыгодных условиях участнику соревнований игры форт форт внешне объединенное укрепление твердыня форт порт взаимозаменяемые буквы ф переходит в п и наоборот пример флот плот парус фарос форс 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 мороза не боится форс форс мажор фор т т пьяно фор т пьяно вот так то идем по звуку и все что с ним связано берем фор т пьяно и форс мажор и ныряем кроличью нору форс мажор справка в русскоязычных юридических документах встречается спорный термин непреодолимая сила непредсказуемое событие например стихийное бедствие или эпидемия не зависящая от воли сторон участвующих сделки но ведущие к невозможности исполнения договорных обязательств это очень интересное слово форс мажор вот только нам этого не хватало чтобы какая-то эпидемия появилась если только не эпидемия счастья а чё пусть будет эпидемия счастья но в конце концов пусть будет хоть что-то позитивное не успели подумать а перед нами сверкая фарами развернулся на полной скорости и встал как вкопанный лексус дверца приоткрылась высунулась красивая голова со стильной прической привет путешественники покрыли чинаре привет мы робко переглянулись а вы вы кто довольный произведенным эффектом водитель рассмеялся винирными белоснежными зубами а по мне не видно я аж мажор хлопнул легко дверцы нажал на газ и был таков металлический голос робота путеводителя по типу алисы озвучил инструкции по путешествиям по кроличьим норам первая главная заповедь все что нам встречается все называется это знаки и так он сказал одно слово мажор мы идем по теме звука мажор и антоним минор мажор минор музыкальный ряд что у нас там википедия мы открыли аленушкин планшет который нам подарила баба яга волшебным лесу ищем справка мажор латинская большой также большой музыки один из двух ладов наряду с минором гармонической тональности характерная особенность мажорного звука ряда его третья ступень отстоящая первой ступени на большую терцию кроме натурального существует также гармонический мелодический мажор тоника основа ладовая функция мажора представлена мажорным трезвучием мы знаем мажорные песни гимны например первое что пришло на ум и зазвучало в голове песня энтузиастов музыка исаака дунаевского из кинофильма светлый путь это по-моему 1940 год с любовью орловой главной роли там хочешь не хочешь а ноги руки сами в марш встают позвоночник выпрямляется голова откинута вперед победе строителем молодой советской страны нам нет преград ни в море ни на суше нам не страшны ни льды ни облака пламя души своей знамя страны своей мы пронесем через миры и века вот что такое мажор а минор справка минор и его значение значение слова минор неразрывно связано с его трактовкой с точки зрения латинского языка ведь пришло оно именно оттуда так справка нам говорит минор это слово образованное от латинского молс что дословно можно перевести как мягкий или грустный неудивительно что обозначение минорных тональностей производится с помощью прибавления кто некий слова мол например с мол до минор запомним что минор это мол а мол что это такое это первый слог слова молитва возьмем латинское молис буквально молись молись вот что такое минор отсюда слово молва молвить слухи сплетни общественное мнение языком молоть так это словечко для масс человеческих придумано для человечков неразумных людей шик вот корень то смысл этого слова где заложен в миноре в подчинение другому классу патрициев мажоров и это заложено в музыке закодировано так 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 ин форма ци я разворачивается объемно и появляется второй план смысла что это за план надо разобраться и поставить точки над и то есть над палочкой поставить точку так что уже это за второй план а вот тот самый мажор на лексусе подсказка это социальный план это проекция которая выражена через музыкальную грамоту мажорами называют успешных искусственно внедренное зомбирование но мы не об этом то что пропагандируется причем очень агрессивно в средствах массовой информации как образ успешных мужчин и женщин это же огромный бизнес навязывается модель расслоенного общества которые делятся на богатых и бедных и где бедные всегда в проигрыше потому что их программируют по телевизору 24 часа в сутки секретными секретами успешных успехов это и морковка перед носом осла ой да ладно я не смотрю телевизор ага а среда обитания а все разговоры поступки людей а навязчивая реклама а магазины эти огромные мини города которые имитируют жизнь зайдешь в такой магазин город тебе и кинотеатр и площадка для детей и кафе и магазины живи и не выходи целый день а дети безошибочно с детства впитывают реакции поведения взрослых и псевдореальность с детства начинает встраиваться нейронную цепь человека и навязывание гламура и бесполезных богатых вещей сносит башню очень многим люди с детства теряют ориентиры и начинают копировать образы навязанные образы а те кто создает эти маркетинговые ходы эти кроличьи норы знает что делает мы программируем реальность сами сами свои психической энергии создаем все это потому что не можем не смеем или не знаем как не поддаваться мощнейшему внешнему программированию зомбированию наш мозг постоянно материализует реальность на которой у нас программируют извне кто-то невидимый неопознанный неуловимый джо а минор мол мол молитва значит молитва дана людям чтобы они находились в подчиненном состоянии вот это да вот это открытие значит мажоры это патриции в недревнем риме это хозяева жизни а миноры молящийся вторичные подчиненные это плебеи вечно просящий вечная жертва первых мажоров вот что у нас получается это всего лишь мы смотрим на звучание слов на лингвистику на коды так что все так сложно скорее запутано и долго прошито сознание нескольких поколений что кажется так было всегда а как распутаться как выйти из-под влияния вообще можно это сделать это реально одному самостоятельно можно изменить реальность может ли справиться один единственный ум сознание противостоять внешнему зомбированию пока не знаю но что-то подсказывает что может по крайней мере фраза спасись сам и вокруг тебя спасутся многие библейская фраза о чем-то говорит эта подсказка но надо разобраться в закоулках вымести паутину зомбирование идет через уши звуки через лингвистику через кодировку слов смысл который заложен в звучание а мы бездумно множество раз произносим эти коды не понимая что каждым словом фиксируем реальность например человек смотрит сериал или рекламу по телевизору там демонстрируется богатая обстановка и соответствующие фразы такие сладко стонущие манящие типа этого достоин все лучшее для тебя ах какая шубка сумочка туфельки колечко сережки квартирка дачка круиз ах какой мужчинка ах какая течка грудным женским голосом на нижних регистрах или мужскими баритонами красивыми голосами внушается необходимость обязательно иметь это и женские и мужские игрушки участвовать в этих бесконечных бегах за совершенством за модой за вещами потребительство бесконечное безостановочное да и сколько таких манящих фраз придуманы специально обученными копирайтерами и внедряются в подсознание потребителя клиента по нлпшным технологиям техники нлп пронизано все социальное пространство и побежал ослик за морковкой пока вспоминали рекламы со слоганами за манухами не заметили как оказались в море океане на длинном деревянном фрегате под парусами огляделись команда нас не замечает капитан что-то жестикулирует морякам по одежде капитанной обстановке мы подумали что это конец 18 века надо же познакомиться узнать где мы что происходит держась за канаты покачающейся палубе продвигаемся капитана здравствуйте капитан здравствуйте путешественники по кроличьям нора как вам мой стремительный мы вспомнили что на борту мелькнуло название фрегата написанного на имперском русском языке стремительный очень красиво да и непривычно мы первый раз не здешние замялись не знаю что сказать не знаем как очутились здесь вот хотели у вас спросить по виду вы капитан так и есть самый принастоящий капитан морзе моя фамилия поправив усы и крякнув для достоверности а мы да знаю знаю вы путешественники по кроличьим норам идете по звуку намерение мысли материально вы уже поняли о волшебном мире все мгновенно происходит это в обычном мире намерение реализуется задержкой так вот ваше намерение и привело материализовала вас на мой корабль потому что аккурат через пару миль мы будем проходить остров сирен и я он немного потопился слегка покраснел ну что там скрывать проверить себя хочу вот говорят что кто тех сирен услышит обязательно погибнет потому что они заставляют плыть к нему направляют корабли на скалы говорят что сопротивляться их голосам бесполезно мы заглянули через поручни палубы и действительно по только что чистому морю то здесь то там плавают деревянные доски поломанная мебель все что осталось от погибших кораблей капитан продолжает меня крепко привяжут к мачте а вся команда заткнет уши воском чтобы ни один звук не прошел мой помощник знает курс и тоже с закупоренными ушами будет вести фрегат уши все затыкают чтобы не слышать голоса сирен и мои команды говорят что сопротивляться призывам этих морских ведьм никто не может я соответственно буду отдавать команды и чтобы идти на их зов и непременно погублю корабль и всю команду но я хочу знать как они зазывают и остаться целым и невредимым поэтому мы с помощником и придумали как перехитрить сирен да и вам ребятки обязательно закроют уши воском чтобы вы сами не погибли и нас не погубили а я вам потом все расскажу мы согласились всей команде себе и нам помощник капитана закупорил уши мягким воском исчезли внешние звуки то есть совершенно только слышно удары сердца как метроном капитана крепко привязали к мачте и фрегат пошел по направлению к скалистому острову за некоторое расстояние от скал корабль мягко рассекая волны ушел в стороны мы ничего кроме моря этого небольшого острова серыми скалами за правым бортом не видели но что творилось с капитаном он бился в истерике пытался вырваться что-то кричал плакал лицо его было искажено то гримасы ужаса то отчаяние то безумного смеха но мы ничего не слышали а лишь видели конвульсии сильного тренированного тела и маски безумия сменяли одна другую на недавно таком мужественном и умном лице капитана мы стали переживать справится ли он всем что он один слышит помощник уверенно вел корабль мимо острова по всей видимости мы вышли из зоны воздействия потому что капитан успокоился и только тяжело дышал постепенно приходил в себя помощник вынул затычки из ушей кивнул нам и команде сделать то же самое опасность миновала вырвались звуки моря чая скрип мачт как здорово когда есть слух и так интересно что же все таки такое слышал капитан капитан морзе отдышался вытер от с лица ему принесли бокал холодного шипящего зеленоватого напитка сказали что это тархун мы не торопим его ждем прошло еще немного времени капитан поднял на нас уставшее лицо и сказал это не передать там были эти сирены они были похожи на русалок и просто красивых женщин они так звали меня что моё сердце разрывалось от жалости они так просили помочь им свернуть с курса и на минутку заглянуть в их чертоги если бы я не был привязан к мачте так крепко я бы повел корабль на их зов потому что этим голосам совершенно невозможно сопротивляться какой-то частью ума я понимал что это верная гибель но весь мозг был захваченный голосами они так звали капитан не смог дальше говорить уронил голову на руки и за рыдал он не мог справиться со своими чувствами удивительно а мы ничего кроме обычных скал и моря видели море как море остров как остров прошли мимо и все капитан встряхнул головой и посмотрел на нас сказал галлюцинации иллюзии на самом деле нет никаких сирен на многих островах океана прежней цивилизации были установлены звуковые маяки которые предупреждали об опасности сближения с такими островами по типу сигнала машин когда вы паркуетесь близко от преграды эти маяки очень помогали в плохую погоду туманы когда пасмурно и нельзя ориентироваться по звездам после того как мир был захвачен космическими пиратами после большой войны и последовавшей и последовавшей за ним катастрофы маяки были испорчены а некоторые пираты сами настроили их так чтобы заманивать корабли на смертельные скалы они настроили волны высокочастотного звука маяка так что тот кто его слышит не может сопротивляться приказам голосов начинается галлюцинировать и видеть этих самых сирен фактически сходить с ума так действует доминанта сознание когда большие участки мозга захватывает одна навязчивая идея часто деструктивное вредное так захватывает сознание зависимости алкоголь курение наркотики вредная еда до их легионы а все попытки разума остановить безумие заглушаются доминанты все физические силы человека уходят на борьбу и в конце концов он проигрывает в этой схватке никакой силы воли не хватит если бы мы не предприняли меры предосторожности то погибли бы все доминанта запомните мой урок и еще меня зовут морзе азбука морзе это компьютерных код я придумал когда на земле была большая катастрофа спутники для приема передачи сигналов упали на землю и интернет связь прервалась я придумал передавать информацию кодом через стук или мерцающий свет компьютерным шифром . тире это как ноль единица прощайте друзья все исчезло мы опять оказались в кроличьей норе на лесной тропинке так он знал компьютерный код на земле была большая война какие-то космические пираты катастрофа а до этого были компьютеры вот это да сколько мы узнали ах вот еще главное доминанта это музыкальный термин что за урок преподнес нам капитан на сегодня мы устали и будем завершать путешествие но прежде вспомним и усвоим урок капитана итак человека можно сравнить с капитаном корабля который идет заданным курсом капитан это управление мозг сознание есть помощник есть рабочая команда тело руки ноги мышцы корабль находится в океане жизни капитан заранее рассчитал курс но на пути корабля встречаются всякие препятствия или искушения они проходят через уши в мозг а потом зараженный мозг выдает галлюцинации и иллюзии за реальность и управление подпадая под власть доминантных иллюзий сбивается с верного курса и идет на погибель иногда ценой неимоверных усилий воли некоторым удается вырваться из-под деструктивной доминанты но это единицы как быть как не поддаться песням сирен разве можно заранее себе уши в узком заткнуть как узнать что впереди опасность вредного внушения мы стали вспоминать что капитан знал заранее ему рассказывали старые опытные моряки что есть такой остров и есть сирены значит капитан был предупрежден и он правильно сделал что предпринял все меры предосторожности когда хотел испытать себя еще до того как сам остров с сиренами показался на горизонте по волнам уже плыли обломки кораблей как предупреждение об опасном месте значит эти испытания всегда предупреждают заранее подают сигналы во времени и в пространстве какой же вывод если у человека есть цель это курс корабля она рассчитана по времени и ресурсам есть силы в мышцах есть план мышцы это тренированная команда есть психическая сила это желание продуманное и подкрепленное волей и человек знает есть риски то есть может случиться что-то что захочет сбить с цели с пути и если цель очень важная возможно вопрос жизни или смерти то надо заткнуть уши вот сознание закрыть слуховые каналы связи для всех провокаций и продолжать свой путь поставить некие фильтры и когда проходишь опасные места искушения слабости временные туманы то следует включить свою доминантную мысль и она должна быть мажорной и жизнеутверждающей я смогу я справлюсь нам нет преград ни в море ни на суше нам не страшны ни леды ни облака или кто весел тот смеется кто хочет тот добьется кто ищет тот всегда найдет все мои исследования и в том числе этого фильма и последующих других так или иначе идут по пути разоблачения мировой закулисы и выхода из-под ее управления гипнотического управления но чтобы это сделать нужно понять правила игры и ключи программирования масс самого гипноза благодарю за внимание подписывайтесь на мой канал всех вам благ с вами была Галина Конышева продолжение следует я не успела все рассказать в этом фильме